Однажды в стране роботов произошла авария. Железная палка угодила прямо между лопастей турбины. Система безопасности тут же забила тревогу и разбудила самого главного робота, отвечающего за ремонт. Это был робот-тробо, который выпил чашку свежего сваренного масла и отправился на поиски этой неисправности. Всем привет, ребятки! Сегодня мы начнем играть в игру, которая называется Робот-тробо. Привет, робо! Именно ему мы будем помогать дойти до этой неисправности и устранить ее, потому что без этого страна роботов нормально жить не может. Итак, на первом уровне нам нужно решить, как пройти до флажочка, если стоит вот такая железка на пути. Мне кажется, я знаю, нужно, чтобы тробо отремонтировал электрический сигнал и теперь мы сможем открыть эту заслонку и он сможет пройти дальше. Вперед, тробо! Давай скорее же найдем эту главную неисправность. Итак, первый уровень пройден, переходим на второй. Ох, сколько разных механизмов, аж глаза разбегаются. Ладно, тробо, давай попробуем проехать вперед. Ай, не падай! Фуф, я думал, ты упадешь прямо в пропасть. Отлично, тробо не упал в самый низ, поэтому мы сейчас попытаемся его отсюда вызволить. Покрутим сначала одну красную штучку. Так, помостик опустился. Теперь вторую. Помостик поднялся. Судя по всему, наш тробо должен будет нажать кнопочку и поехать наверх. Вот только назад он ездит, пока не умеет. Кстати, а это что за устройство? Давайте-ка нажмем кнопочку. Закрывается занавес. А, здесь произошел апгрейд нашего тробо. Теперь у него появилась антенка и он умеет поворачиваться. Туда, назад, вперед, назад. Отлично, тробо, давай, едь, нажимай эту кнопочку. И, наверное, благодаря ей ты сможешь подняться на самый верх. И пройти второй уровень. Разворачиваемся. Супер! Второй уровень нами пройден. Погнали на третий. Так, что это за маленький робот? Что он делает? Маленький робот увидел тробо и убежал. Странно, почему он так себя ведет? А может быть, из-за его проделок эта железячка угодила в турбину? Ладно, разберемся в этом. А пока нужно подумать, как пройти. Поршни не работают. Из-за этого заграждают путь для троба. Давайте попробуем их починить. Так. Элемент питания подключили. Первый поршень заработал. Троба смог пройти. Теперь давайте переключим на второй поршень. Супер! Второй поршень под... Троба, куда ты падаешь? Не надо! Фуф! Я думал, ты угодишь прямо между поршнем. Отлично! И мы перешли на четвертый уровень. Что это за злюка здесь? С огромной пастью и зубами и страшными красными глазами. Она может съесть нашего троба. Нам это не нужно. Давайте попробуем подумать, как же избежать этого железного динозавра. Так, а что если эту шестереночку сюда? Все! Динозавр в клетке. И троба может спокойно проходить. А динозавр-то голодный. Все равно хотел проглотить нашего троба. Ладно, идем на пятый уровень. Ух ты! Здесь как-то все интересно. Только пока ничего нажать не получается. Ладно, троба, может быть у тебя получится. Покрути этот рычажочек. Ой, бедненький! Ему на голову свалилась огромная труба железная. И наш тробе поломался. Как же нам его починить? Так, это что у нас? Рычажок. Он включил свет в нижнем отсеке. И я уже вижу, что два колеса нашего троба, которые он растерял, лежат там. Только их каким-то образом нужно до нашего троба дотащить. Может нам поможет этот крючочек? Хотя нет, крючок не держит эти колесики. А для чего же тогда нужен крючок? А, понял! Крючком мы зацепим вот эту вот штучку. Отодвинем ее вбок. И достанем колесо из самого низа. И поставим нашего троба на колеса. Хотя нет, не поставим. Еще одного не хватает. А вон он тот маленький робот. Помог троба, подал ему колесо и все равно убежал. Странный какой-то. Все, теперь рычажок заработал и открыл нам проход. И мы отправляемся прямо на шестой уровень. Так, а тут у нас что? Можно просто пройти и попасть на седьмой? А нет, робо, куда ты падаешь, бедняга? Он же сейчас разобьется. Скоро будет площадка. А как же нам его спасти, робот? Не успел спасти его робот. Ладно, попробуем еще раз. Так, троба, будь аккуратен. Может быть у тебя где-то там есть парашют? Его нужно выпустить? Нет, наверное нужно как-то попросить робота помочь. А, вон у робота есть кнопка включения. Он заработал. И отодвинул нашего троба от преграды. Так, вторая преграда. Включаем скорее второго робота. Спасай нашего робби. И третий робот тоже будет спасать нашего троба. Только как? Втроем они смогут поднять его обратно наверх. И он перейдет на седьмой уровень. А на седьмом уровне у нас лава. Которую каким-то образом надо преодолеть. Так, я вижу что здесь есть рычаг, который управляет крюком. Наверное, именно на этот рычаг нужно посадить нашего... Вернее, не рычаг, а крюк. На этот крюк нужно посадить нашего троба. А куда же его опускать-то? Ай-яй-яй, рычаг отломился. Что же делать? Какие-то кнопки. Куда их нажимать? Я не знаю, ребятки. Ладно, давайте наугад. Упс. Я не успел. Растерялся и не успел. И наш троба попал в лаву. Ладно, попробуем еще. Так, там какая-то кнопка, которая должна будет спасти нашего робота-троба. Почему-то хочу его называть Робби. Точно так же, как из прошлой игры Робби-робот. Так, нажимаем. О, динозавр, зачем он нам нужен здесь? Нет. Током водой Робби нашего... Да что происходит? И ничего не помогло нам его спасти. Ладно, нужно успеть перетыкать все кнопки. Но, в принципе, те, которые мы уже нажимали, лучше не трогать. Потому что они не спасают никак нашего робота. Нужно искать дальше выход из ситуации. Так, начинаем его опускать. Ой, еще быстрее опускается. Мусор куда-то везет, робот. Что происходит? Ну что... О, наконец-то получилось. Мы сделали мостик над лавой. И теперь... Ой, нет, нет, обратно мостик. Зачем я нажал? Так, что это у нас включается? Свет выключается. Нам нужно отпустить нашего робота, пока лава не поднялась и не затопилось здесь все. Динозавр опять выпрыгнул, но свалился в лаву. Вот, нашли нужную кнопку. И переходим на восьмой уровень. Так, а что у нас здесь? На проходе стоит огромный аккумулятор. Давай его подтолкнем. У троба не хватает сил. А как же нам сделать так, чтобы у него хватило сил? Может быть нам поможет вот это устройство, которое сделает нашему роботу апгрейд? Нет, троба не туда. Разворачивайся. Вот сюда и останавливайся здесь. Так, что же там произойдет? Ого, наш троба стал супер силачом. И теперь легко и просто подвинул аккумулятор. Но вот возникла другая проблемка. Если он останется таким же большим, он не сможет пройти на следующий уровень. Надо возвращаться, к сожалению. К первоначальному состоянию. Привет! Знакомый нам уже до боли троба. Давай, проходи на девятый уровень. Жалко, что ты не остался таким силачом. Отлично! Что же нас ждет на девятом уровне? Так, какой-то конвейер, камни, которые нужно вставлять на свои места. Есть два места под кружочки. Один, одно место под квадрат и одно место под треугольничек. Ну, давайте попробуем поставить. Так, а теперь что? А теперь нажмем рычаг. Открылся какой-то портал, из которого опять выглядывает этот маленький робот. Судя по всему, это не то, что нам нужно. Значит, попробуем собрать другую комбинацию. Но в любом случае нужно будет ставить два маленьких колесика. Поменяем квадрат. Посмотрим, что получится сейчас. Ух ты! Мы собрали робота. Но он улетел. Опять не та комбинация. Ладно, попробуем. Все-таки другой квадратик. Такой же, как был в первый раз. И другой треугольничек. Что же будет сейчас? Ой-ой-ой! Это тот самый динозавр, от которого мы спасались! Беги, Троба! Нет, Троба не успел. И динозавр его съел. Ладно, больше не нужно делать таких комбинаций. А то бедный Троба наш, и так, ему доставалось очень много. Попытаемся собрать комбинацию правильно. Которая поможет нам пройти на следующий, десятый уровень. Так, ставим маленькие камешки. Они всегда одинаковые. С ними мы никак не ошибемся. Поставим вот такой вот квадрат. И такой вот треугольник. Так что? Получился бур! Который пробурил проход нашему Троба на следующий, десятый уровень. Который мы, ребятки, будем с вами проходить уже в следующем видео. Если вам понравилась эта игра, я оставлю ссылку в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал FineBabyTV. Я желаю вам отличного дня и хорошего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok